здравствуйте уважаемые зрители темы сегодняшнего выпуска новостей мировой недвижимости от приан трудности приморских жилых комплексов в болгарии перспективы рынка грузии шум вокруг золотых виз испании начнем с балкан приближается курортный сезон а многие собственники очевидно до сих пор не решили как использовать свою недвижимость будущем летом это нерешительность для жилых комплексов становится серьезной проблемой которая в этом году кажется только усиливается сигналы есть действительно перед началом очередного летнего сезона на побережье болгарии когда необходимо подготовить территории комплексов почистить и наполнить водой бассейны привести в порядок инфраструктуру некоторые управляющие компании жалуются на недостаток средств в бюджете из-за того что многие владельцы по тем или иным причинам не оплачивают свое время на годовую таксу обслуживания не исключено что такие комплексы этим летом останутся без бассейнов управляющих буквально не будет денег чтобы наполнить бассейны водой сейчас мы слышим от многих владельцев что им приходят уведомления от управляющих компаний о проведении внеочередного общего собрания собственников на котором управляющие хотят сообща с владельцами найти решение как пополнить бюджет чтобы запустить комплекс в полноценную работу на лето как я уже сказал проблема не нова но в этом году она вышла на качественно новый уровень от 80 до 100 тысяч россиян по-прежнему владеют недвижимостью в болгарии за последние три года лишь немногие приезжали отдохнуть в свои дома что им делать сейчас зарабатывать но тогда где искать помощников и потом на аренде обычной квартиры на солнечном берегу много не заработаешь а собственность за которой трудно следить не самый приятный актив это так или иначе должно сказаться на ценах в прошлом году как мы знаем они росли продолжают понемногу расти сейчас поскольку интерес со стороны болгарских европейских покупателей остается все таким же высоким но если у настоящих владельцев не будет возможности оплачивать содержание своих апартаментов и налоги на недвижимость то многие из них будут вынуждены продавать свое болгарское жилье это может привести к резкому увеличению количества предложений на рынке и соответственно к снижению цен что будет с предложениями и ценами в болгарии мы узнаем только через несколько недель пока же новость о возможном возобновлении авиасообщения между россией и грузии поначалу стала не столько экономической сколько политической подоплека всем понятно но какие бы решения с обеих сторон не принимались на грузинский рынок стоит посмотреть пристальней это с отрывом самое популярное направление на постсоветском пространстве правда ажиотажа годничной давности сейчас нет тогда в некоторые месяцы спрос на грузию со стороны россиян уступал лишь спросу на турцию сейчас по итогам первого квартала года 23 грузинская недвижимость делит шестую строчку с болгарской но если добраться до грузии будет проще безусловно вырастет и число сделок с участием россиян в каком вообще состоянии здешний рынок тут уже в третий раз за выпуск упомянул болгарию на ее опыт ссылаются те кто видят в грузии риски вспоминают резкое падение спроса и цен почти в половину в 2008 13 годах после строительного бума начала века не повторится ли ситуация на кавказе действительно многие предложения из грузии 5-6 лет назад звучали невероятно уйма вариантов до 20 тысяч евро и обещание 30 процентной доходности от аренды конечно такую прибыль получали единицы финансовое же счастье искали в основном в батуми там возводилась и возводится множество парт отелей но за последний год изменилась главная структура спроса его теперь больше создают те кто планирует переезд кадры прошлой осени с перехода верхний ларс еще свежи в памяти а в нж при покупке от 100 тысяч долларов в грузии выдают исправно предложение же все больше не на море а в столице тбилисская недвижимость за год концу марта подорожала на 10 процентов пределах первого квартала на 1 цифры для нынешнего времени весьма здоровые да и средние цены в самых престижных районах тбилиси не поражают воображение менее двух тысяч долларов за квадрат то есть ощущение перегретых цен вроде пока нет а спрос и на покупку и на аренду в нынешней политической ситуации едва ли иссякнет главное проверяйте опыт конкретного застройщика по качеству строительства в грузии есть самые разные примеры наконец известия из испании агентство блумберг а до этого газета el país сообщили о возможных изменениях в выдаче золотых виз никаких подробностей никакой конкретики но в последний год любая даже не новость а скажем деликатно версия связанная с программами миграции так или иначе ложится на благодатную почву на самом деле это продолжение еще февральской истории тогда масс по из небольшая политическая партия левого толка выступила с радикальным предложением вообще отменить золотые визы в испании сейчас некий источник заявляет уже не об отмене а возможном ужесточении процедуры даты не названы официальных заявлений нет даже когда месяц назад обсуждали изменения в португальской программе конкретики было много больше но кстати и там ведь до сих пор никаких решений не опубликовано поэтому что имеем на данный момент испанская программа золотая виза работает главное условие прежние владение недвижимостью дороже 500 тысяч евро количество объектов не ограничено что открывает возможности для тех кто уже владеет стоимостью меньшей цены если вы купили недвижимость после 2014 года надо посмотреть искритурную стоимость данной недвижимости и можно всегда докупить вторую недвижимость до суммарных 500 тысяч податься на золотую визу инвестора это важный момент потому что раньше многие летали по туристическим визам и не пользовались опцией вообще резиденции всем было достаточно туристических виз сейчас сложности с авиасообщением поэтому многие наши клиенты докупают недвижимость суммарно на 500 документы на золотую визу можно оформлять в тот момент когда заявитель высветился в регистре собственников карточка выдается на три года с правом на работу и открытие бизнеса в этот период обязательного требования по проживанию в испании нет основные же изменения в программе для граждан россии в последний год связаны с местом подачи заявки документы на инвесторский вид на жительство мы подаем прямо с территории испании очень важным моментом является факт въезда на территорию испании ваш штамп в паспорте например если вы въезжаете из другой страны европейского союза необходимо заполнить декларацию о въезде этот штамп очень очень важен при подаче на золотую визу инвестора миграционный юрист подает эти документы прямо в системе через компьютер но вы в момент подачи должны находиться на территории испании рассмотрение занимает 14 рабочих дней и далее мы уже записываемся на отпечатки пальцев чтобы сдать документы на изготовление карточки надо учитывать что карточку делают сейчас около 45 рабочих дней в ближайших выпусках мы обязательно вернемся к теме испании продолжим разговор о нюансах покупки и получения местного в нж пока же прощаюсь на неделю ждем выборы в турции в эти выходные а 17 мая приглашаю на турецкий вебинар ссылка в описании к сюжету ставьте лайки подписывайтесь на канал берегите себя и своих близких всем мира и безопасности и подписывайтесь на канал